В моем случае, прежде всего, связано с гемографическими проблемами. Что даст реализация такого плана или такого закона в экономическом близлежитии самого Восточного фронта и вообще для народа, что это будет означать? Я, прежде всего, хотел бы небольшую справку, хотя вы обо всем этом знаете. Я просто зачитаю его. Я хочу познакомить вас с некоторыми показателями истории характера развития гемографических процессов в Абхазии с конца 19 века. По первой периоде 1989 года всего в Абхазии проживало около 525 тысяч граждан разной национальности. Тогда, как после событий и после событий, в Абхазии проживало, практически была мононациональной страной. И Абхазии составляли 98% поселения Абхазии. А дальше уже с известными событиями, переселением, вынужденным переселением Абхазии в другие страны, в Турцию, в другие страны Ближнего Востока, ситуация быстро начинает меняться, Абхазия превращается в мононациональную республику. И уже в 1989 году в Абхазии проживало уже, как я сказал, 525 тысяч, и Абхазии составляли всего 17-18%. К концу 70-х годов, того же 20 века, плотность населения Абхазии, уже во плотности населения Абхазии, Абхазия занимала одно из первых мест в высшем Советском Союзе, в цельнерегионах высшего Советского Союза. В частности, здесь на 1 квадратный километр проживало 200 человек, а в Приморской зоне 500, куда направлялись меграционные потоки. Председатель Президентного Верховного Совета Грузинской СССР Павлий Кедасвилий на собрании актива Абхазского обхома КП Грузии 16 марта 1997 года отмечал, что в Абхазии проживает 10-я часть населения Грузинской СССР, а число жителей на 1 квадратном километре в 5 раз превышает аналогичный среднесоюзный показатель. Это создавало, по его словам, серьезные затруднения в деле национального и рационально использования трудовых ресурсов Абхазии. Тем не менее, за год до этого, в 1976 году, правительство Грузии утвердило проект Грузии Гиппросельстроя, согласно которому уже в 1980 году в Абхазии должны были быть переселены 60 тысяч граждан из Грузии. К 1990 году 160 тысяч, и к 2000 году эта цифра должна была составить около 250 тысяч. Представляете? Это при том, что она была перенаселена, все такое. Да, и это происходит тогда, как граждане Абхазии, чтобы получить 600 участок земли, нужно было разрешение Грузии. Без этого, вы помните, старшее поколение, без этого невозможно, никто не обходился. Вот. Спустя, через некоторое время, это уже в 1977 году, это вызвало большую бурю негодования среди нашего населения. С ними были связаны события того периода, помните, старшее поколение, это помнит. Об этом, подчеркнутое говорилось в письме абхазской интеллигенции 1977 года, известном народе, как письмо 130. И в конечном итоге, тогда народ смог остановить эти процессы нового заселения Абхазии. Продолжение следует...